Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, в котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Тема сегодняшнего видео у нас посвящена будет валютам. В принципе, поговорим о валютах. Очень большое количество вопросов, которые возникают. Что делать с долларами, что делать с евро, может быть, стоит покупать франк, юань, это валюта будущего. Давайте, в принципе, поймем, что заинвестиционный инструмент валюты, является ли валюта инвестиционным инструментом. Вы поймете определенные закономерности, то есть, от чего зависит сила экономики, от чего зависит сила каждой отдельно взятой валюты. Исходя из этого, по окончанию данного видео у вас может сформироваться свое собственное видение по поводу того, какие валюты имеет смысл сейчас вкладывать с целью сохранения и приумножения денежных средств. Итак, друзья, давайте перейдем к обсуждению данного вопроса. Национальная валюта. Что это такое? И когда сейчас возникает большое количество вопросов, какую валюту покупать, особенно какая валюта будущего, нужно понимать, что сила валюты зависит от нескольких составляющих. Чем экономика более сильная, что значит более сильная? Это высокая производительность экономики, высокая производительность труда сотрудников. Это высокий объем, номинальный объем ВВПМ, количество товаров и услуг, которые производятся на территории определенной экономики. Это военная мощь. То есть страны определенной валютной зоны. То есть насколько вот эта производственная мощность, которая есть у экономики, защищена от внешнего захвата, от внешнего контроля. То есть насколько сильна армия, которая позволяет защитить непосредственно территорию. Исходя из этого, то есть есть так называемый мировой порядок. То есть какая страна является главествующей в мировом порядке, тоже мы об этом уже неоднократно говорили. И как раз таки вот именно эти факторы определяют силу экономики. Когда у вас высокая производительность, когда у вас высокая степень защищенности территории, когда у вас очень много производится, то валюту данной страны, она становится резервной. Потому что опять-таки там высокая производительность. И поэтому исходя из этого, люди стараются именно эту валюту приобрести. И все международные расчеты начинают производиться в данной валюте. Когда стоит вопрос, что делать с франком, что сделать с долларом, что сделать с евро, нужно понимать, что есть такое понятие в мире еще, которое называется Валютные войны. Что такое валютные войны? Когда у вас производится товар или услуга на собственной территории, у вас есть так называемая себестоимость. То есть, какое количество денег, какое количество валюты вы тратите на то, чтобы произвести определенное количество товара. И есть цена, по которой вы непосредственно продаете, и есть разница, соответственно, между себестоимостью и итоговой продажей, да, то есть, грубо говоря, рентабельность, какой рентабельностью непосредственно обладаете. Из-за того, что мировая экономика глобализована, из-за того, что сейчас международному капиталу, международным крупным корпорациям достаточно просто осуществлять транзакционные переводы, трансграничные переводы в различные экономики, то есть, доллары могут легко прийти в Индонезию, могут прийти в Китай, могут прийти непосредственно в Европу, могут прийти в Латинскую Америку, куда, в принципе, идет капитал, куда международные корпорации стараются направить свой капитал, когда они имеют возможность фактически занять в любой валюте. Они могут занять в долларах, они могут занять в евро, они могут занять в юанях, могут занять в японских иенах, могут занять в рублях, абсолютно без разницы. То есть, они могут в любой точке мира практически получить финансирование, и в любой точке мира они могут осуществлять инвестиции. Поэтому, куда направляется капитал, то есть, куда международные корпорации стараются направить капитал, где у нас концентрировано основное производство, то есть, где создается вот именно вот эта прибавочная стоимость. Она создается там, где наиболее низкие затраты на производство. Потому что для того, чтобы вам произвести тонну металла, например, в Соединенных Штатах Америки, то в этом случае у вас должно быть производство на территории Америки, рабочие на территории Америки. У вас должны быть, если это электродуговая плавка, затраты на электроэнергию, которая производится непосредственно в Америке. И то есть вы эту тонну металла производите на территории Америки из-за того, что там зарплаты высокие, из-за того, что уровень жизни высокий, то в этом случае у вас себестоимость производства тонны металла больше. Если вы производите ту же самую тонну металла, например, в России, можете зафондироваться в долларах, то у вас, соответственно, по отношению к Америке себестоимость производства на рабочую силу, на электроэнергию, если опять мы говорим про электродуговую плавку, а не про доминную печь. И организацию производства в долларах меньше, если рубль дешевый. И поэтому получается, что если мы пересчитаем себестоимость в долларах на тонну металла, которая выплавляется в Соединенных Штатах Америки, и тонну металла, которая выплавляется в России, то в этом случае количество долларов, которое потратили на производство металла в России, меньше. И поэтому в мире эту тонну металла вы можете продать только по той цене, по которой покупается. Ну, за минусом транспортных расходов. И поэтому получается, что почему, допустим, российские производители металлов, цветных металлов, черных металлов являются столь высокорентабельными. Потому что у нас себестоимость низкая, а продаем мы по мировой цене. То есть эту тонну металла, условно, если она стоит 1000 долларов, опять же, я говорю, условно, больше, чем за 1000 долларов в мире вы эту тонну металла не продадите. Если в Америке у вас себестоимость производства тонны металла составляет 800 долларов, а в России себестоимость составляет 300 долларов, то в этом случае получается, что в Америке вы заработаете 200 долларов операционной прибыли, а в России вы заработаете 700 долларов операционной прибыли. Почему я это говорю, когда мы начинаем рассуждение о валютах? Потому что это распространяется, опять-таки, глобально. И когда люди начинают активно скупать какую-либо валюту, то, что мы наблюдаем в настоящий момент, индекс доллара к корзине мировых валют растет. 2021-2022 год особенно прошел под эгидой укрепления доллара. Доллар укрепляется. Причин там множество и высокая инфляция, и более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки. Рост процентных ставок, то есть доллар становится привлекательный, и из-за того, что растет вот это ожидание рецессии глобального падения, многие инвесторы, вот этот вот капитал, он начинает выходить из рисковых активов и начинает покупать доллар. Доллар укрепился значительно, там порядка 12% год в году произошло укрепление доллара к корзине мировых валют, к шести ведущим мировым валютам. Что это, каким образом это отрождается на экономике Соединенных Штатов Америки? Это отражается таким образом, что на глобальном рынке товары, которые производятся на территории Соединенных Штатов Америки, где платят зарплата, которая индексируется на уровень инфляции, где стоимость процентных ставок еще увеличивается. Помимо всего прочего, себестоимость производства товара на территории и услуг, которые производятся на территории Соединенных Штатов Америки, растет. И товары, произведенные в Америке и услуги, они становятся на глобальном рынке неконкурентоспособными, Потому что они просто становятся дороже, маржа, соответственно, уменьшается, и поэтому это становится невыгодно, экономика начинает замедляться. Как долго Соединенные Штаты Америки с этим будут мириться? И есть некая такая гипотеза, которая, я считаю, имеет право на существование, что мы можем увидеть еще одну программу количественного смягчения. По сути, другими словами, мы увидим еще раз со стороны Федерального резерва включение печатного станка. Другой вопрос, что этот печатный станок, он будет работать не на локальном рынке Америки, как это было до недавнего времени. С 2006-2007 года этот печатный станок включился. Аховых значений он достиг в период пандемии, когда было напечатано очень много долларов. И следующим этапом будет то, что Федеральная резервная система будет печатать доллары, но эти доллары будут идти не в экономику Соединенных Штатов Америки, а эти доллары будут идти на скупку государственных облигаций стран еврозоны. Потому что еврозоны, практически все страны имеют колоссальный долг, инфляция там достаточно высокая, и американцам нужно каким-либо образом произвести укрепление других валют, то есть ослабить свою национальную валюту доллар. Ослабить, ну опять-таки, во-первых, через инфляцию, во-вторых, через то, что они будут покупать облигации правительств Европы. И таким образом, что у нас произойдет? У нас произойдет то, что долларов станет много, и на эти доллары будут покупаться евро. И евровые облигации, то есть облигации, номинированные непосредственно в евро. Опять же, когда это произойдет, если мы говорим о горизонтах, это, наверное, порядка двух-трех лет. К чему это может привести? Это может привести к тому, что краткосрочно доллар может ослабевать. Опять-таки, это касается двух ключевых эмиссионных центров. Это касается Банка Японии, это касается Европейского Центробанка. То есть Федеральная резервная система будет помогать финансировать Европейскому Центробанку скупку активов. И также Банку Японии будет помогать финансировать скупку активов. И поэтому при краткосрочном укреплении доллара, который мы наблюдаем, мы увидим в течение двух-трех лет определенное ослабление. Ослабление связано с тем, что будет, наверное, как мне кажется, последний такой, последний путь ослабления доллара, да, через то, что будут его печатать. Но чтобы это не сказывалось на внутреннем рынке, чтобы поддержать собственную экономику, нужно укреплять валюты других стран. И поэтому можно говорить о том, что на горизонте в 2-3 года доллар будет ослабевать, корзина мировых валют будет укрепляться. Но очень важное ограничение, даже очень важная оговорка, которую хотелось бы провести. Когда люди говорят, в какой валюте хранить, нужно понимать одну простую вещь, что вне зависимости от того, в какой валюте вы храните, от инфляционных рисков это не защищает. Валюта – это средство платежа, то есть это некое понятие меновой стоимости. Это то, чем измеряется, по сути, труд. И когда люди начинают метаться из одной валюты в другую, нужно понимать, что вне зависимости от того, в какую валюту вы мечетесь, прибавочная стоимость не создается. Вы лишь покупаете некое средство платежа. Где работает быстрее печатный станок, то средство платежа, ну как бы инфляция быстрее съедает. Где он медленнее печатается, то те, соответственно, валюты укрепляются. Но вне зависимости от того, в каких валютах будет находиться ваш капитал, будь то доллары, будь то юани, будь то рубли, нужно понимать, что ни одна валюта в долгосрочном периоде не создает прибавочную стоимость. Прибавочную стоимость создают бизнесы, которые работают в определенной сфере. И именно бизнесы, когда мы в широком плане смотрим на текущую мировую экономику, нужно понимать, что то, что я вначале рассказал, международные капиталисты, они просто будут продолжать эти локальные операции. Они будут смотреть, где наиболее низкая себестоимость производства. Где более доступные энергоресурсы. Где есть энергетическая независимость. Где есть высокая производительность труда. Где в основном создается прибавочная стоимость в настоящий момент. И в этом ключе, если вот в таком ключе именно рассматривать, то, во-первых, что представляет определенный интерес юань. Юань представляет интерес с позиции того, что сейчас именно в азиатском регионе сконцентрировано создание производств. Основных производств. Услуги создаются на территории Европы и Соединенных Штатов Америки. Производство именно товаров, оно находится в азиатском регионе и оно находится непосредственно в Латинской Америке. Второе, что происходит с производительностью труда. Что происходит со стоимостью рабочей силы. То есть, вообще, нужно говорить, что происходит смена мирового порядка. И когда мы говорим о том, где сейчас находится юань, опять-таки с позиции, какова производительность экономики. Каков размер ВВП. Каков размер военной мощи. Какова сила экономики непосредственно. То в этом случае, конечно же, нужно понимать, что юани нужно добавлять в собственные инвестиционные портфели. Но с определенными оговорками. Что вы будете с юанями делать? Просто хранить в юанях. Нужно инвестировать. Нужны инструменты, которые позволяют проинвестировать эти юани. И именно получить прибавочную стоимость в юанях. Таких инструментов пока что не так много. Опять же, вот в этом видео мы говорили о том, что можно инвестировать в биржевые паевые инвестиционные фонды, которые ориентированы на Азиатский регион и Индию. А также Латинскую Америку. При этом тоже нужно понимать, что китайцы же тоже прекрасно это осознают. Что если будет со стороны Соединенных Штатов Америки предпринята данная мера, связанная с тем, что они начнут включать печатный станок, чтобы покупать соответственно европейские и японские долги. То в этом случае Китай в стороне стоять не будет, потому что доллар будет ослабевать. Товары, произведенные на территории США, начнут конкурировать с товарами, произведенными на территории Китая. И если юань будет чрезмерно сильно укрепляться, то китайская экономика будет неконкурентоспособна. И поэтому мы получим элемент валютной войны. Что Китай будет самостоятельно ослабевать собственный юань. Как итог. Что хочется сказать. История связана с тем, что во-первых Соединенные Штаты Америки будут ослаблять свою национальную валюту посредством включения печатного станка в очередной раз и покупки валют, которые ослабли к доллару. То есть корзина шести валют и это будет в горизонте 2-3 года. Нужно понимать, что мы столкнемся с валютными войнами. То есть наперегонки страны будут стремиться ослабить свою собственную национальную валюту для того, чтобы их экономика была конкурентоспособна на мировом рынке. Третье. Нахождение в той или иной валюте все равно не создает прибавочную стоимость. И поэтому нужно находиться в компаниях, которые создают прибавочную стоимость. И в этом случае опять-таки акции, наверное, являются одним из лучших способов долгосрочного инвестирования с целью получения прибавочной стоимости, с целью получения роста капитала. Неприятно это, может быть, было слышно сейчас, когда люди отказываются инвестировать в какого-либо рода акции. Кто-то отказывается инвестировать, потому что есть инфраструктурные риски. Мы это уже наблюдаем. Тот отказывается инвестировать, потому что есть просто страх, что вообще полный коллапс произойдет, и все акции обанкротятся, ничего не будет стоить. Диверсификация, диверсификация, еще раз диверсификация. И это вот то краткое резюме, которое хотелось бы вывести из данного видео. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания. Всего самого хорошего. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok